Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таком оригинальном, уникальном масле, как рыжиковое. Тоже забытый продукт. В своевременной Руси он очень хорошо пользовался нашими предками. И потом немного масла подсолнечное и его как бы вытеснили. Пристали его сеять, выращивать. А сейчас, дорогие друзья, его начали снова у нас выращивать и изготовлять вот такое вот рыжиковое масло. Перед вами, почему она на вот рыжик, видите, вот эти вот листочки, они как бы рыженькие, оранжевые. Но оно как ближе к льняному маслу. Так что все по порядку, друзья. Употреблять масло нужно разнообразить. То есть, например, неделю конопляные, это, я к примеру говорю, неделю рыжикого, неделю оливкового, неделю подсолнечного и там море горчичное и так далее. Она тоже еще немного схожа с горчичным маслом. Как бы и так, и так по составу с льняным. А так оно владает горьковатым, прикорьковатым вкусом. Ну и так по порядку. Значит, забытый продукт. Я вам напоминаю, что свой рацион необходимо включать эти продукты. Сейчас вы поймете, почему. Он богат такими витаминами. То есть, в процентном содержании, в процентном содержании богат он больше, чем в любых других. Например, тех же омега 6 и 3. Так что по порядку. Исконно забытый продукт, который использовался на России. И он выращивался частично на Украине, Херсон, Чернигов, Полтава и в Черноземье России. И в Черноземье в России это Курская область, Белгородская. Ну, в общем, тех южных регионов России. Так что, а потом ее резко прекратили. А сейчас по новой ее начали выращивать. И применяется также она и в косметических целях промышленных. Мыло варят из нее, друзья. Так что, прекрасный продукт нам необходимый. Значит так. Витаминов тоже у этого масла огромное количество просто. И превышает эти витамины практически в два раза того же оливковое масло. Так что витамины там А, Е, Д, Омега-3, Омега-6 и по порядку сейчас буду говорить. Вот я хочу вам сказать в соотношении в процентах. Омега-6 18 процентов. Омега-3 38. Эти кислоты очень хорошо у нас работают в обменном процессоре. Или в холестериновом обмене и вообще обменном процессе для крови. В кровеносном сосудах. Далее вот этот венамин Е тоже в нем, в этом рыжиковом масле очень много. Так что вот так Е, друзья, нужно обязательно чередовать. И факт то, что его вот применение, я вот немножечко забегаю вперед. Применение этого масла всего-навсего нужно 1 чайная ложка 2-3 раза в день. Это для профилактики. Вот неделю вы себя насыдите этим продуктом и придут вот столько витаминов этих. Омега-3, Омега-6, Е. Так что вот и не надо никаких лекарственных препаратов. То есть чередовать масло, оливковое масло. Я вот до этого им рассказывала конопляное. Так что вот. И еще вот я говорила, что там еще такой витамин есть А. Это бета-каротин. Что он тоже немаловажную роль играет до нашего организма. Глаза в первую очередь в коже. И также она еще, это масло играет, он обладает противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. Также она играет важную роль в энергетическом и белковом, углеводном обмене. Очень даже хорошо. У кого сахарный диабет способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови, друзья, для пищеварительного процесса. И вот я говорю, там больше всего, вот всех этих витаминов, то же самое магния, достаточное количество для человека в этом масле. Значит, магний это профилактика от алискрироза, сахарного диабета, мочекаменной болезни, заболевание предстательной железы мальчики. Ой, мальчики. В сочетании с содержанием в рыжиковом массе витамин Д и К, то есть К магний, также способствует предпрощению развития астрипароза. Это же вообще прекрасный продукт. Значит, вот они сравнивают, значит, рыжикое масло, как и масло авокадо и горчичное, также весьма богато биологическими активными веществами, как хлорофилл. Мы с вами говорили, что хлорофилл для нашего организма это просто вообще кладезь, значит, фосфолипиды для печени, фитостеролы, витамин А, Д, Е, Ф, К. Ну, я уже говорила, говорила про витамин Е тоже в большом количестве. Так что в этом масле оно, вот видите, какое оно маленькое, а польза огромная, потому что ему нужно под чайную ложечку, дорого она стоит. Ну, сейчас, да, сейчас она продается в супермаркетах, появляется. Значит, еще она, значит, очень хорошо обладает лечебным свойством, противоопухолем, бактерицидным. Антисклеристическим, то есть людям, кому уже преклонного возраста, это же вообще прекрасно. То есть любые масла, их нужно применять в наш рацион, естественно, чередовать. Должны все масла присутствовать, которые, ну, естественно, вы должны консультироваться с доктором, может, у кого-то там аллергия, ну, как они нам тут доносят, что в этих маслах нет аллергии ни в Конопляном, ни в Рыжиковом. Так что для профилактики все масла важны. Так что хлорофилл, видите, очень вот хлорофилл. Оно вот как бы зеленоватое, вот тут, видно, чуть-чуть, зеленоватое, так же, как и Конопляное. Значит, там находится хлорофилл. Польза рыжикого масла, так же, очень хорошо, так же, для женского и мужского организма. Благоприятно влияет и на тот организм, и на этот, на женский и мужской. Для профилактики нужно употреблять, оно так же считается еще диетическим продуктом. Кто страдает ожирением. Так же, значит, косметическое средство, я вам говорила, применяется. Вы сами можете даже вот просто вот, так же любое, вот оливковое. То есть не надо применять крем. Вы можете там когда-то вечером, или когда вы там, на 15 минут нанести, а потом смыть и все, любое масло оливковое, и вот эти все масла, которые мы перечисляем на рыжиковое, они впитывают наши поры, и питают потом нашу кожу, там, в глубине. И оно становится эластичным. Поэтому применяйте, если нет, у вас дома под рукой крема. Помазали, вечером прошли. Вот они пишут, значит, вот я вам сейчас рассказываю про косметических целях. Значит, при нанесении рыжикого масла, она быстро впитывает в глубину. Вот я говорю, она в глубину впитывает и смягчает, увлажняет и питает. А компоненты рыжикового масла придают коже упругость, эластичность, улучшает состояние кожных капилляров, способствует поддержанию в норме водно-липидного баланса кожного покрова. Также рыжиковое масло отлично защищает кожу от власяного фолликула, вот когда раздражение идет. Вот так же, вот я говорю, проконсультироваться, вот они нам доносят, что оно не дает никаких аллергических реакций. Вот очень интересное масло, которое, так же, известно, даже разглаживает морщины, если ты будешь пользоваться этим маслом. Не от случая к случаю, а вот для профилактики, например, недели, две, там, три месяца и так далее. Когда вот, например, губы трескаются, с удовольствием, пожалуйста, мажьте кремом и будет дотягивать. Также для солнца, вот они пишут, во время солнечных, когда рыжиковое масло используется в качестве питания и увлажнения, компонентное время, вот, когда загораете солнечных лучей. И так же вот для детей тоже очень хорошо, бактерицидное. Для детей, когда вот идут опрелость у малышей, для грудного возраста. Ну, вот я уже вам сказала, что применяется оно один раз в день. Для профилактики один раз в день. Я до этого вам говорила, это неделю, это неделю, это неделю по одной чайной ложке. Два-три раза. А для профилактики в лечебных целях его пьется один раз в день, утром натощак, по одной столовой ложке в течение, друзья, двух-три месяца. Также бьется, я вам говорила, и конопляная масса. Таким же образом оно пьется для профилактики. Для лечебных целей как. Для лечебных целей это нужно употреблять вот по два-три раза в день. Я сколько вот он пьет, я хочу результат достичь. Так что оно органическое является, это масло. Как они сейчас у нас любят писать, масло органик. Так что, друзья, я вам рассказала вот в таком уникальном рыжиковом масле. Так что пользуйтесь, друзья. Сходите, приобретите его. По-моему, оно сейчас в аптеках продается, это масло там. По 250 миллиграмм. В основном она в маленькой емкости продается. Так что приобретите. Спасибо за внимание, друзья. В следующих видео тоже будет немало важных напоминаний о тех или иных продуктах. Спасибо, до свидания, пока-пока. Продолжение следует...